Жан-Батист Паклен, будущий великий драматург Мольер, родился в семье придворного обойщика 3 января 1622 года. Он должен был продолжить карьеру своего отца, став королевским обойщиком, но он выберет профессию актера. Сначала открывает в Париже свой блистательный театр, а после разорения 13 лет скитается по Франции в составе труппы бродячих актеров. В этот период он делает свои первые литературные пробы, пишет фарсы и комедии для своей труппы. Из этого наследия мало что сохранилось. Мольер вернулся в Королевский дворец, дворцовый театр Пале-Рояль в 1662 году. Ему было уже 40 лет, и он был знаменит на всю Францию. В период 1658-1673 годы Мольер пишет самые популярные свои комедии «Смешные модницы», «Скупой», «Мещанин во дворянстве», «Дон-Жуан или «Каменный гость», «Тартюв», «Мизантроп», «Мнимый больной» и другие. Его пьесы, как и положено драматургу-классицисту, высмеивают пороки людей – жадность, лицемерие, ханженство, скупость, тщеславие и другие. В каждом произведении только один порок – таков закон классицизма. Что это за эпоха классицизм? Давайте вспомним, какие законы разработали для драмы классицисты. Эталоном для классицистов стала культура Древней Греции и Древнего Рима, то есть культура античности. Особенно наглядно это выразилось в архитектуре. Эпоха господства классицизма в искусстве совпала с исторической эпохой просвещения, для которой государственные интересы стояли превыше всего. Такой приоритет государственного объясняется политическим строем – абсолютистская монархия. По образцам античной драмы идеологи классицизма разработали законы драматургии, которые были актуальны вплоть до XIX века. Все эти законы можно обозначить как единство. Единство времени. Действие драмы должно укладываться в один день. Единство места. Действие должно проходить в одном месте. Единство действия. Разрабатывается один конфликт. Единство стиля. Язык герои. Высокий стиль для трагедии, низкий для комедии, средний смешанный для драмы. Мольер нередко нарушает законы классицистической драмы и даже шутит над ними в своих комедиях. Но все-таки для нас Мольер остается самым ярким, самым гениальным представителем эпохи классицизма. Вам предстоит познакомиться с комедией Мольера «Мещанин во дворянстве». Это комедия-балет, пример новаторства Мольера. Драматическое действие он соединил с танцами и музыкой. «Мещанин во дворянстве» высмеивает не только тщеславного мещанина, но и дворянства, в среде которого оказываются мошенники, готовые поживиться за счет потакания тщеславным прихотям богатого мещанина Жордена. Главный герой одержим желанием стать во всем подобным дворянином, так как он себе это представляет и как ему обрисовывают разные мошенники, желающие заработать на человеческой слабости. Господин Жорден смешон в своих потугах быть дворянином. Портной шьет ему безвкусные платья, учителя учат ненужным наукам. Граф Дорант берет взаймы крупные суммы, льстя своей дружбой наивному мещанину. Вы как раз видите сцену с графом Дорантом. Попытка занять не свое место делает человека смешным и жалким, отдает его во власть мошенников. Господин Жорден еще более смешон на фоне своих здравомыслящих жены, дочери. В финале даже им приходится разыгрывать комедию, чтобы добиться своего усамосбродного мужа и отца. Господин Жорден в комедии Мольера не исправляется, а так и остается полусумасшедшим тщеславным мещанином во дворянстве. Но комедия, благодаря очищающему воздействию смеха на зрителя, достигала свои цели. Зритель и читатель должен задуматься, а не смешон ли я в подобных стремлениях быть не самим собой, а кем-то другим. И так как эта комедия с 1670 года и до наших дней, почти 350 лет, не сходит со сцен мировых театров, значит порог, высмеянный Мольером, жив по сей день. Главный герой одержим желанием стать во всем подобным дворянином, так как он себе это представляет и как ему обрисовывают разные мошенники, желающие заработать на человеческой слабости. Господин Жорден смешон в своих потугах быть дворянином. Портной шьет ему безвкусные платья, учителя учат ненужным наукам. Граф Дорант берет займы крупные суммы, льстя своей дружбой наивному мещанину. Попытка занять не свое место делает человека смешным и жалким, отдает его во власть мошенников. Господин Жорден еще более смешон на фоне своих здравомыслящих жены-дочери. В финале даже им приходится разыгрывать комедию, чтобы добиться своего усумосбродного мужа и отца.